приехали в молоканскую деревню называется фиолетово судя по названию жителям все в жизни фиолетово первое что видим какое-то огромное капустное поле капусту здесь любят русские петухи поют пахнет навозом в общем здесь все свое родное так полагаю молока не это те же самые русские люди только с православной точки зрения не очень правильные то есть они христиане но неправильные христиане тем не менее за 200 лет жизни в армении они не утратили ни язык не культуру никогда сроду я этих людей не видел видимо сейчас увижу здравствуйте здравствуйте местные бабушки курочки работа до сих пор первого кироками ну поедем сегодня в воскресенье мы не должны работать сегодня в воскресенье они никогда не работают иди морковка будем кушать можно попробовать морковку еще это за вашу вас сорт местный да да местным и каком марку сажаем сажаем на я смотрю востоку капусты здесь мало мало когда сверху видишь видишь видно капуста ну сажаем на этим живем то есть на продажу а у вас тут школа есть что-нибудь такое мой друг мать тоже мой мать но проблеме любое время днем ночь когда ходим всегда открытый дверь здорово где внуки здесь мы согребали андрей коров они их взяли чтобы теперь у них как-то коси пугало огородная одета в женскую одежду без головы видимо отпугивает всяких хищных птиц а вот мы видим других птиц уже не хищных домашних куры куры рябы не только рябы я вам смотрю и белые есть и красные и черные вид здесь конечно потрясающий горы 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 которые упираются прямо в облака здесь живут русские люди на вакане по воскресеньям говорят мы не работаем бабушки все равно копошатся по хозяйству посмотрим на домашнюю утварь веник тазик кастрюли все что нужно для счастья а вот весной мы стали делать весной очень падают эти нервы я больна я стараюсь но нам надо работать ну да 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 ира тёрла неделю ну она тёрла если есть соковыжималка вот стулья вон стул потом в комнате стул бабушка как вас зовут? а вы здесь родились да то есть вот в этой самой деревне а вот где вы работали раньше здесь колхоз был а как жизнь была при советской то власти а кем вы работали простой колхозницы на полях а что у вас здесь колхоз производил сейчас это муку там пшеницу сажали картошку скотину на держали мы нет нет я на ферме работала кто в поле кто на я потом уже дочка у меня родилась я на ферме работала а сколько у вас детей вот одна она землетрясение кесарева сделали и начал землетрясение ее без памяти вытащили ели спасли я ей морковь терла кровь у нее не было ни грамм и она выздоровела то есть у вас здесь тоже было да вот тряханула вас в армии нет вот здесь это прям ну допустим не развалило только а страшно и 30 а мы были как раз вы были вот но мы а почему вас так вот деревня называется странно фиолетово в 26 бакинских комиссаров а 26 бакинских комиссаров понятно назвали не перезвали то есть то есть со времен революции это назвала а русские вот здесь давно живут 1800 какого-то года там есть 100 с лишним лет и чувствуете себя нормально но мой брат краснодар в россии я поехала не понравилось равнина ничего не у вас здесь красиво конечно что уж говорить не знаю родина но я не могла там правда полегче сейчас кулачок а сколько народов деревне живет сколько человек что-то 200 есть дни то есть народ разъезжает на рынках ну то есть вот ребятишки школу заканчивают они что делают дальше раньше раньше учились в советское время были свои учительницы а сейчас что делать коров пасут когда было лучше жить советское время ли сейчас а чем лучше было а потому что это пока после войны киев строили Сталинград это понятно было что голод был мы дети голодные мы хлеб не знали а когда все устроилось у нас все как в магазине ты как одна копейка соль а деньги были дорогие 3 копейки что-нибудь стоило 10 копеек хлеб 30 копеек а пенсии у вас какая сейчас маленькая а вот сколько 38 38 тысяч до это то есть на русские деньги то сколько будет так получится у нас у вас тысячи русские 7300 грамм ну короче 5000 русский 5000 5000 вы здесь курочек держите а корова ничего не есть а вон там теленок запах слышу да запах слышу а мы из сибири севера самые добрые люди все же заварили сибиряки то есть у наших краях бывали взять был в тюмени тогда работал вот после развала а вы в россии были ездили куда-нибудь москву я поездил лечиться моя тетка там жила такие хорошие в аэропорт я довезу помните в советском союзе а в аэропорт помните машину в аузик у вас а это я у брата была всю семью могла кормить на эти деньги зарплаты получали по 300 рублей мой брат один куночек берешь и все 35 тысяч все а зато сейчас свобода демократия такая демократия что вавилон встал и у нас и в россии то есть счастье вам демократия не принесла ну я не знаю например мне это поганство что творится это у нас не было это и в суд вызывали по-всякому чтобы этого не было не было развод не допускали шесть месяцев дадут все равно по мере по мере да ну а если вдруг не срастается семья ой а ну не срастается зачем-то у нас у всех срастается семья кроме мужа никого никто не смотрит мужья у вас хватки такие женщины кулакеги? не все хватки женщины наоборот хватки хватки да а наоборот армяне армяне тоже было такое порядок ну разным есть каждое место ну не я хочу сказать что у нас не выходят замуж там развод нельзя то есть одна и на всю жизнь да? да у меня муж 30 лет умер вот это Ириночка осталась так вот это малина да? это смородина это смородина я ни за что не вышла замуж ну были удачи как то не знаю чужие какие то чужие какие то и душе и сердце принимать не хочет не у нас так а у вас так? ну не хочет и женщина не хочет а у вас тут церковь нету в деревне? у нас дом молельный дом да? да молельный дом а вот хлеб вы сами пекете? я пеку я тут химау есть а там середины нету точно какой то привкус я пеку я не могу как он и видно с конца мы хоть чуть-чуть едим чистый продукт мы тоже чуть-чуть сегодня проедем вот масса сливочные мы купили а там какие то гранулочки уже я не могу Краснодарская она получше не знаю настоящий хлеб не то что магазин ну мы там не знаю дрожжи другие я ничего не пойму что они что они тут делают нет интересно то есть туристы к вам заезжают в деревню да? да одни их принимают к нам все сказали мы к вам к вам ну разотременно нам некогда мы вот с дочкой огороды держим коров и сено ой 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 а мне разве работать у нас себе такие как я старая не работаю а сколько вам уже лет? без года восемьдесят ого согребались еле пришли стул берите это получается вот тридцать девятого года да? да 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 все нет 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 держи я поняла что разраст они научились паре то есть армянский язык вы так и не выучили не выучили сложный потому что сложный потому что или не было необходимости не знаю вот дядь знает вот мои подруги некоторые знают а мы не знаем ну как там русские тут живем и все потому что то есть и мама ваша здесь родилась деды прадеды деды прадеды которые шли в цепях сюда на крестовом деревале много погибли а вот расскажите что вы знаете вот как вот русские здесь оказались ну александр какой не знаю у меня вон книга есть такая дух жизни в каком году он выслал их сюда это не добровольно зачем то есть русские получается не от хорошей жизни нет просто это секта секта вот это значит мы кресту не верим то есть вот верим вернее мы не крестимся вот это причина то есть вот богу а крестики выносит нет не крестимся понятно ну сладкий чай с сыром что так и делаем просто верят в бога да вот кошка кто где родился так вот послали сначала они сначала поселились там где воды Иришка Андрей это да? Андрей? А там Никитин Никитин Никитина раньше называл Иришка Андрей Он сказал здесь не поселяйтесь вот идите вот сюда там воду вы проведете старые люди сейчас люди не знают откуда воду провести они нашли воду вон там в трех местах и она течет из трубы а откуда такие вот бугры вот умные люди были сами-сами приложат землю сюда пора сеять пора сажать Да Здорово Это все дается каким-то умом А войну вы помните? Два года мне было Волод я хорошо помню То есть есть было нечего? Совсем нечего хорошо у нас черемша была вот там растет много и вот эту черемшу варили у нас не умерли люди вот держались а нас Женьшень считай сестра Женьшень вот встали маленькие побежали мы знаем лопух эту и эту траву наелись пришли животы вот такие Волод конечно был до 50-х года почти где вот когда приезжают люди и говорят как это Киев посолили Сталинград ни в одном городе после войны никто не посолил но за счет всего же строили Да А отец у вас на фронт пошел? Да папа пришел раненый и все время болел радистом был застудился он умер да дядя погиб там в общем все почти погибли все воевали 16 республик все дружили понятно понятно так вот 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 и Продолжение следует...